Рождество 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 Потому что это наше традиционное, это наше культурное наследие, это предками испокон веков передавалось из уст в уста. Поэтому, когда люди слышат свой фольклор, слышат песни, пляски, инструменты традиционные, конечно, всем хочется спеть, сплясать и приобщиться. Конечно, я надеюсь на то, что и взрослые, и дети все будут участвовать в нашем коллективе. Несмотря на то, что занимаетесь вы совсем недавно, как удалось добиться такого мастерства и такой слаженности? Потому что вы не просто поете, вы играете, танцуете, взаимодействуете друг с другом. И все это настолько органично у вас получается. Такое ощущение, что вы просто сутки напролет только делаете, что репетируете. Но ведь это не так. Не так, не так. Конечно, мы же большинство, да, практически, ну все участники коллектива, они не профессионалы. Вот, есть своя работа, дети, да, у каждого свои занятия. Поэтому приходим, вместе собираемся, вот кто может, если кто не сможет, на следующие репетиции приходят. И вместе делаем дело, поем. Ну, душа поет у людей, душа, душа просит песни, просит пляски, просит под гармошечку саратуску. Ну и просит именно ведь русской песни. Конечно, русской песни. Ну, может быть, канарейка, плясовая песня. В лесу канарейка. Вот у нас наши ученики Ангелина и Аполлинария Линды, сестры. Самые первые начали заниматься. То есть уже сформировался дуэт. Да, сформировался дуэт, да. И очень у них удачные концертные выступления. Давайте послушаем. Давайте. Девчонки, порадуйте нас. Девчонки, порадуйте нас. Голосочек, да. Голосочек, да. Да, в лесу расстается. Да, это верно, Маша, да. С другом расстается. Голосочек, да. Расстается. Да, Маша с другом, да. Расстается. За новые ворота, да. Маша выходила. Ага, по тайные речи, да. Она говорила. За ворота, да, выходила. Да, Маша речи, да говорила. Куда воняет, где ж дохода уезжаешь? За на кого ж ты воня, до меня постидаешь. Куда едешь, до уезжаешь? За на кого меня постидаешь. Ты не плачь, да, Маша, да не будь, дорогая. Да, женихов-то много, да выбирай любого. Женихов, Маша, очень много. Да, вы верой по себе любого. Женихов-то много, да нет, Маша, очень много, милого. Да, нет, Маша, очень много, милого. Да, Вань, дорогого. Молодцы, девчонки. Но очень сложно устоять на месте, скажу честно. Такие ритмичные напевы. Я теперь понимаю, почему родители охотно пошли и присоединились к вам и стали заниматься здесь. Ангелина, что чувствуешь, когда поешь народную песню? Мне очень нравится петь песни народные. Как-то душа вот так радуется. Люблю работать со зрителем. Когда контакт напрямую, это очень приятно. И не знаю, вообще люблю народную песню. Как откликается зритель? Насколько действительно сегодня народная песня востребована и люди хотят ее слышать? Да, когда начинаешь петь народную песню, люди всегда очень активно реагируют. Им очень нравится народное пение. Как-то начинают петь вместе с тобой. Зал всегда оживляется. Если находишь контакт зрительный со зрителем, очень получаешь большую отдачу. Это очень приятно. Я уже говорила в начале нашего интервью, что буквально через несколько минут начнется концерт. Чему будет посвящен он на этот раз? На этот раз наш концерт посвящен зимним святкам. Это период, когда калядовали, когда поздравляли всех с Новым Годом, желали плодородия, счастья, добра. Вот этот концерт именно посвящен калядкам, периоду зимних святок. Кристина, как вы подходите к выбору материала? Ведь все-таки фольклор достаточно объемен. И как найти то истинное зерно, которое не только будет понятно исполнителю в первую очередь, но и зрителю? Ведь мы-то уже живем в 21 веке. Да, ну, конечно, фольклор нашей России, он многогранен, много песен красивых. Есть фольклор, который многоголосный. Мы, конечно, молодой коллектив, поэтому совсем 5-6 голосия мы пока только учимся петь. Ну, я в первую очередь выбираю, чтобы песни были приятны слуху, чтобы они красивые были. Вот знаете, бывает более сложная песня, ее слушаешь, более сложная, да, там вот, пытаешься разобраться, да. А бывают песни, которые более быстро на слух ложатся. Вот такие вот песни я стараюсь подбирать на данном этапе. Ну, я так понимаю, с одной из песен мы открывали сегодня передачу, да, это всеми-семи посеваем. Счастья нашим телезрителям мы пожелали. Что еще, о чем будете рассказывать в своем концерте зрителям? Мы покажем сцены каледования. Это когда каледовщики ходят по домам, желают благополучия. Когда поют христославные песни, прославляющие рождение Христа. Покажем период, когда от Васильева дня до крещения проходят страшные вечера в зимних святках, где собираются на посиделки, вечерки. Гадания будут? Гадают, конечно, чтобы узнать, что же их ждет в новом году. Гадают девушки. Ряженые у нас в концерте коза. Также в цыган бывают рядятся. Но всячески вот все, что вмещает в себя зимние святки, мы практически все показываем сегодня. Есть ли в вашем коллективе уже свои сложившиеся традиции, несмотря на вашу молодость? Традиции? Ну, у нас всегда традиция, если звучит гармошка, мы тут же сходу начинаем плясать, петь. А давайте поэкспериментируем. Давайте сейчас вот прям вот. Итак, звучит гармошка. Гармошка. Смотри, все действует. Смотри, все действует. Ах, ха-ха, молодцы! Сегодня колядки. Осенью были осенины. Что будет дальше? Какие планы ставите, задачи перед вашими артистами? Мы хотим, конечно же, по народному календарю разучивать. Это дальше будет Масленица. Самый большой такой, да, праздник на Руси, который бы давал Масленица. За Масленицей встречи весны. И очень много праздников, которые издревле все празднуют. Я смотрю, что вы не только активно выступаете на сцене родного дома культуры, вы еще и перемещаетесь по району. Совсем недавно вы представляли свое творчество на выставке-конкурсе «Рождественская звезда». Там тоже показывали колядование, да, элементы рождественских песен. Как вас воспринимает зритель? Замечательно, замечательно. Очень сейчас, может быть, редко увидишь фольклорные коллективы, именно подлинные, которые поют более старинную песню. И это людей некоторых удивляет, что они раньше, может быть, не слышали этого. Поэтому это удивляет, и это абсолютно нравится зрителям. И зрители это с душой воспринимают, им все очень нравится. Если говорить о ваших артистах, то именно вы влюбили их в фольклор. А кто вас приобщил к этой культуре? Меня приобщили, моя семья, она, в принципе, поет. Бабушки, дедушки, все поют. И в семье у меня все поют, любых возрастов, даже это такая современная молодежь, 18-19 лет. Все поют, и все любят народные песни. Вот так сложилось. И, конечно же, я в детстве поступила в музыкальную школу, потому что слух определили как хороший. Я поступила в музыкальную школу. И здесь главное – это педагоги, которые смогли увидеть во мне талант к народному пению. И мои любимые педагоги занимались и дали мне очень много. Вот им спасибо большое. Спасибо вам за интересную беседу. Я знаю, что времени уже просто не осталось. Вам пора собираться и настраиваться на концерт. Спасибо еще раз за интересную беседу. Может быть, что-нибудь споем? Споем. Светит месяц. Светит месяц, светит ясный, светит белая луна. Отсветила путь дорожку вдоль до милого окна. А ты, говорит, ходи, говорит, ко мне, говорит, почаще. Ты, говорит, носи, говорит, мне больше, послаще. Я, говорит, люблю, говорит, тебя, говорит, ужасно. Но, говорит, любовь, говорит, моя к тебе опасна. Спасибо вам еще раз. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры подогнал «Моя планета» Песня 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 «Моя планета» День Христового Рождества День Христового Рождества